Всем привет ребят! Сейчас у меня второе копчение на коптильне от торговой марки Древос. На прошлой неделе я коптил свинину, было мясо и сало одновременно замоченное в одном рассоле, то есть и коптилось при одной и той же температуре разного размера куске, это неправильно. В общем это второе копчение, при котором я до сих пор учусь пользоваться коптильней, поэтому в этом ролике вы не увидите какой-то познавательной информации для вас, то есть я не буду рассказывать ни о температурах, не буду рассказывать ни о рассоле, в котором мариновалось мясо. Это все есть рецепты маринования мяса, которые идут вместе с коптильней. Видите, размеры и вариации коптилин совершенно разные. Перед тем, как я вам покажу мясо, хочу сразу сказать, что если вы захотите себе такую коптильню, то вы можете перейти по ссылкам под этим роликом, посмотреть цены, посмотреть размеры, варианты, способы доставки. Сразу хочу добавить, что торговая марка Древос и производство коптильней расположено в Харькове. Мне тоже ее присылали, то есть транспортной компанией. За доставку я оплатил, пришла очень быстро, доставили прямо домой, что очень удобно, потому что коптильня большая. И еще по промокоду новиков вы получите скидку. Так что вот так. В общем, сейчас я копчу здесь курятину. Висит внутри 5 кур, которые разрезаны на половинки. Сейчас, в общем, коптильни оснащены и теном для горячего копчения, и вентилятором для просушки, что очень удобно вам не нужен. Отдельный шкаф для сушки мяса, потому что для копчения куски мяса или птица должна быть максимально высушена. То есть совершенно без капель влаги на поверхности. Поэтому эта коптильня мне нравится тем, что я мясо повесил внутри коптильни, и она все делает сама. Ну, то есть под четким руководством владельца коптильни по строгому графику температур, который мне рассказал мой друг Сергей Шалудько. В общем, вот так. Копчение мне понадобится всего 100 грамм щепы. Это очень удобно. Коптильня громадная, с количеством мяса, которое туда вмещается, 50 килограмм. Мне понадобится 100, ну максимум 200 грамм щепы. Это очень удобно. Щепа из фруктовых деревьев для такой большой коптильни идет в комплекте. То есть было 10 вот таких пакетов с разной щепой. Есть вишня, есть яблоня, есть ферешня. И не знаю, как там с коптильнями с размером поменьше, но если вам интересно, вы можете перейти по ссылкам и узнать у производителя или у менеджеров. В общем, вот так. Не забывайте о промокоде Новиков. По нему вы получите скидку. Коптильня моя самая большая на их производстве. Я вроде так, ну вроде больше я у них не видел. Но есть и маленькие для домашнего использования от 5 килограмм. Я думаю, будет удобно. И вам ее делают под заказ, но это вы все там узнаете у них. Сейчас у меня мясо висит на просушке. Мясо выглядит по-разному, потому что половина, так как я учусь пользоваться коптильной, это 4 половинки мои. Тут просто приправы такие, что сверху мясо выглядит потемнее. А снизу мясо моих друзей. Ну и Даша мариновала его немножко по-другому. Вот так. В общем, просушку мяса прошло хорошо. Сейчас для просушки я немножко подогревал коптильню до 40 градусов. И в таком диапазоне температуры с включенным вентилятором коптильня была полтора часа. Даже больше. Час сорок понадобилось для просушки полутушку. Вот так. Сейчас мне нужно повысить температуру, прогревать как бы мясо медленно. Я не буду сейчас задавать сразу температуру, при которой мясо будет готовиться. А я добавлю, что здесь мясо будет готовиться методом горячего копчения. Повесил сразу я в коптильню мясо сырое. То есть замаринованное, но сырое. Оно приготовится полностью. И только в конце я заправлю дымогенератор и запущу, чтобы мясо прокоптилось. Уже готовое мясо будет коптиться и при этом еще немножко доготавливаться. Потому что коптиться она будет при высокой температуре в 80 градусов. Сейчас мне нужно поднять постепенно температуру. Еще влага на поверхности должна отсутствовать из-за того, что когда температура в коптильне будет высокая, то чтобы корочка не подгорела, а хорошо на нее лег дым. И она выглядела копченой, а не зажаренной, как на гриле. Это тоже очень важно. Но этот ролик не о температурах, не о способе приготовления, а просто сейчас хочу вам продемонстрировать именно эту коптильню. Она крутая. Вот так. Сейчас у меня стояла температура для просушки 40. Мясо все отлично высохло. Прям все сухенькое, отличное. Смотрите, моя коптильная нержавеющая. Есть другие вариации, есть поддоны. У меня поддона нету. У меня здесь вот такой сливной. Сливной. Вот так. То есть вот так открыл, помыл и все слил. Ну, сейчас я накрываю все фольгой. И так немножко почище получается пол. Все легко моется, все из нержавейки. Ну, красота. Мне нравится. В общем, нужно закрывать, потому что здесь летает муха. Сейчас подниму температуру до 40 градусов. Ой, до 60 градусов в коптильне. И буду ждать, пока мясо наберет температуру прямо внутри до 40 градусов. Когда мясо внутри туши будет... Да ты ж паразитка какая. Когда мясо в туши наберет 40 градусов, я повышу температуру до 80. И буду ждать, пока в средине тушки мясо станет 60 градусов. И вот когда уже тушка будет внутри с 60 градусов, я тогда включу... Так, кыш, кыш, кыш. Это нехорошо. Тогда я включу дымогенератор и буду коптить. А уже уровень копчености тоже следите за уровнем, за цветом на коже копченого продукта. Уже тоже следите сами. Так что, вот так. Поднимаем температуру. А, я уже поднял все. И забыл. Ну и ждем. Это займет тоже в пределах одного часа. Потом когда... Ну, в общем, я потом все тоже покажу по ходу действия. Потом включаем компрессор. Вот есть здесь розетка, в которой включается компрессор. Есть здесь вот включатель компрессора. То есть, это как бы включает не компрессор, а включает вот эту резеточку. Все. Есть еще здесь функция электростатики. Вот она, кнопочка. Там сзади вы могли видеть проволока навязана. Мясо не должно касаться друг друга. Каждый кусок должен висеть отдельно. Но это тоже все прописано в руководстве по эксплуатации. Это очень важно почитать перед запуском. Система на самом деле простая. Ну, то есть, об обслуживании простая. В использовании простая. Но инструкция тоже очень важна к прочтению. Ну, ждем. Потом уже я вам покажу. ТЭН работает очень хорошо. Температура поднимается очень и очень быстро. Прямо сейчас за 2 минуты. ТЭН нагонит 60 градусов, нужные для меня. У меня нет градусника, который я втыкнул, например, в мясо. И вывел его сюда на экран. И жду, пока наберется. У меня вот такой обычный. То есть, я открываю и проверяю степень прогревания мяса внутри. Ну, вот так. В общем, ждем. Прошло еще полтора часа при 60 градусах. Я вентилятор то включаю, то выключаю, чтобы, ну, как бы равномерненько распределялась температура по камере копчения. И курочка выглядит вот так. Ну, то есть, это пока еще ничего не коптится. Просто доводим курочку до нужной температуры. В средине мяса должна температура разогреться до 40 градусов. Я думаю, что все будет. Курочка высохла отлично. Ждем. Ну, все. Там уже, скорее всего, больше, чем 40. Все аккуратненько, равномерненько прогревается. И теперь можно температуру повысить. И где-то час еще держать. Ну, вот температуру сделать 80 вот здесь. Вот так. Все, смотрите, уже выше 40. Так что, все, все отлично. Закрываем. И ждем, пока температура внутри тушки прогреется до 60 градусов. И тогда уже начнем копчение. То самый, ну, не то чтобы прям ответственный момент. Смотрите, какая желтенькая курочка, которая у меня с приправами. И вот такая светленькая у Даши. Но она потом закаптится и будет тоже красивая. Ждем. Ну, все, друзья. На 80 градусах уже оно... О, мяско уже немножечко подрумянилось. Закрываем. Секундочку. Опачки. Дымогенератор находится вот здесь, сбоку. Мне сказали, коптить надо на яблоньке курятинку. И сейчас именно яблоньку мы сюда и заправим. Сейчас я сбегаю принесу горелку. Компрессор включим и начнем. Так, крышечку я открыл. Яблоня. Коптить будем примерно, примерно час. Но будем смотреть на цвет мяса. Ну, вот так. Думаю, думаю, 100 грамм я закинул. Вот так. Да, отлично. Все. Вот так. Включаем компрессор. Включаем компрессор на главном табло. И поджигаем. Компрессор работает можно мощнее, можно послабее. Работает совершенно тихо. И вот это, вот эти две шлангочки нагнетают воздух в вот эту дымовую шахту. И он заходит туда, внутрь камеры. Сейчас мы все покажем. А я все покажу. Вот эта термостойкая шлангочка, она не горит. А это обычная. А я все покажу. Вот так. И на этом все. Открываем. Вот тут уже паучки. Открываем немножечко. Прям чуть-чуть. Задвижечку вот так. И все. И смотрим, идет ли дым. Все. Дым пошел. Ну и теперь осталось только дождаться, когда же мяско закаптится. На этом следим за подачей. Можно добавить немножко дымка. Можно убавить. Но чтобы равномерненько все коптилось, нужно дымок держать на таком слабеньком. В общем, закрываю, потому что включился вентилятор ТЭНа. Все. Ждем, когда мяско поменяет цвет. Уже курочка поменяла цвет. Еще немножечко покопчу и буду выключать. А уже пробу снимать будем завтра. То есть я выключу и оставлю курицу отдыхать здесь в коптильне. И уже завтра посмотрим, что с этого получится. Ну а пока еще немножечко пусть покоптится. Все работает. Компрессор качает. Дымок идет. Закрываю. Все, друзья, время копчения, скорее всего, подошло к концу. Сейчас выключу ТЭН, открою и вам покажу. И уже буду оставлять мясо остывать и доходить. То есть чтобы все куски, все полутушки бройлера пропитались запахом дыма. И к утру оно будет все равномерненько. Одного вкуса. В общем, ну вот такая вот красота получилась. Завтра я вам уже его покажу все днем. Пусть висит, отдыхает. Полутушки получились желтенькие. Дашины бройлеры были посветлее, поэтому немножечко оттенок у них разный. Ну и кожица была порванная. Но это для себя, так что ничего страшного. Посмотрим. Посмотрим уже на готовый результат завтра. Ну а пока... Пока на сегодня все. Пусть висит. Отдыхает. И завтра будем уже дегустировать. Дегустировать. Ну все, друзья. Настал следующий день. То есть курочка. Выключил я ее... Ой, даже дымок немножко есть. Выключил я ее вчера поздно ночью. 11. И оставил ее здесь. Ну, для того, чтобы она просто отвиселась. Потому что после копчения ей нужно просто полежать, чтобы запах распределился полностью по всему мясу. Вот так. Вот так выглядят сейчас копченые половинки кур. Сейчас я их занесу домой. Они еще там полежат. Ай-ай, мягенько. Еще даже не остыло. Вот так. Занесу домой. И уже будем пробовать. Вот такие вот красивые половинки копченых кур. Ну, уже продолжим в доме. Вот так. С приправками. Красота. Это я отвезу Даши. Вот такая желтенькая красота. Но я не должен попутать. Ну, вот так, ребят. Застелил стол пленочкой новенькой. Положил. Пусть полежат. Сейчас накрою сверху еще пленочкой. Пусть полежат. Еще отдыхают. И потом уже будем пробовать. Что могу сказать? Мясо мягенькое. Цвет, конечно, это нужно тоже следить за силой копчения. И если хотите, чтобы мясо было немножко пожелтее, то можно еще докоптить. И плюс, вот если бы мясо было замочено с нитритной солью, по рецепту, по которому я замачивал свинину, вот этих бы кровяных венок бы не было. Хотя, на моих такого нету. Моих, видите, пожелтее. Чего у Даши так получилось? Я не знаю. Закоптилось отлично. Мягенькое. Сто процентов вкусное. Пахнет невероятно. Невероятно вкусно. Ну и будем уже пробовать. Я думаю, к вечеру. К вечеру можно будет попробовать. И сейчас пусть полежит. Ну, знаете, у меня прям слюнки текут. Ну, я вот смотрю и думаю, что еще где-то полчасика можно было их покоптить. Они коптились час десять. Вот так. Можно было полтора часа или примерно два часа покоптить. Ну, вот так. В общем, на этом буду заканчивать. Вот так, для красивой картиночки. Мягенькое. Точно, проготовилось отлично. Прям каждый кусочек мягенький. Буду еще пробовать. И вот когда приду к идеальному цвету, к идеальному вкусу, вот тогда можно будет поговорить и о продаже. Ну, а пока вот так. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Это просто порватая кожа. Ничего в этом страшного нет. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok